В Центральном парке открылась персональная фотовыставка Александра Рожникова. На ней представлена летопись творческой жизни известного российского скульптора. Этот проект Люберчанин приурочил к 400-летию родного города и к 40-летию с момента поступления в Строгановское училище. На открытии фотовыставки побывали и мы. Эти памятники и скульптурные композиции знакомы всем жителям Люберец. Любое творение Александра Рожникова становится визитной карточкой округа. Каждая работа – это целая история, связанная с людьми, интересными фактами и событиями. Все это собрано в личном архиве скульптора, а теперь представлено на общее обозрение. Чем хороша фотовыставка? На ней представлены как работы, так и какие-то очень интересные и, я бы сказал, эксклюзивные фотографии различных событий. Моменты открытия памятников, встречи с интересными, великими людьми. То есть это можно еще и показать наглядно, какая жизнь идет вокруг памятника во время его создания и в процессе его создания. Скульптурные композиции и памятники, созданные Александром Рожниковым, украшают разные города не только в России, но и за ее пределами. И эта фотовыставка – своеобразный творческий отчет за 40 лет. На этих стендах представлена лишь малая часть работы автора выставки. Точного подсчета своих скульптур Александр Рожников не ведет. Но абсолютно точно в Московской области он является рекордсменом. Для своего родного региона скульптор создал более 50 памятников и композиций. Сан Саныч, вы как человек позитивный, разносторонний, творческий. Я всегда учусь у вас взгляду на жизнь, подходу, потому что у вас всегда улыбка. Творческих успехов желаю и думаю, что это только середина пути, может быть даже начало. Мы будем ждать и дальнейших работ. А дальнейшие работы уже не за горами. У скульптора много творческих планов, среди которых создание особенной композиции для родных люберец. Луиса Егия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.